всем привет меня зовут илья сегодня у меня в руках будет находиться вот эта малютка это басовая укулеле которую мне дали погонять на выходные заценить и собственно у меня возникло желание снять про нее видео позаписывать послушать зачем это все нужно где можно использовать в чем прикол вот этого инструмента так сказать совершенно не распространенного и мало кто о нем вообще знает что он существует так скажем басовая укулеле все знают обычную укулеле которая все играют песни в общем гавайская гитара все такое но есть еще и басовый укулеле вот такая вот стал стал стенами струнами так сказать мы сегодня и поговорим и послушаем этот замечательный инструмент если раньше я если не видел на голове грифа название фендер то у меня сразу непонятки зачем это надо но сейчас я стал более так сказать открыт для экспериментов открыт для какого-то развития и мне интересно самому посмотреть и послушать и сделать свою оценку и свой вывод по поводу этого инструмента и так заваривайте чайок если вы еще не заварили начнем и и Итак, как мне показалось, создатели этого инструмента Ставили перед собой цель добиться звучания максимально похожего на контрабас Давайте посмотрим, что они для этого придумали Во-первых, здесь 4 струны и самое главное это строй Первое, что нужно задать себе, вопрос какой Это как настраивать этот чудо-инструмент И здесь строй стандартный бас-гитарный То есть первая струна у нас соль, потом ре, потом ля Потом, по-моему, ми, да, ми, да, точно, вспомнил Значит, стандартный строй не как на укулеле, а именно басовый строй И очень важно здесь сказать про струны Потому что струны делают здесь, пожалуй, 90% звука, 80% точно Это специальный какой-то материал, очень мягкий, как мне показалось Он мягче, чем нейлон, какой-то похожий на резину, какой-то синтетический Специально разработанный для этого инструмента, как мне сказали То есть другие никакие струны сюда абсолютно нельзя ставить Она просто у вас может развалиться и неизвестно, что с инструментом случится Ни металлические, ни нейлоновые, ни какие другие Даже нейлон будет для нее тяжелый, если такая толщина струн Значит, здесь у нас порожек и струны проходят, если мы обратим внимание, повнимательнее сквозь корпус И вы спросите меня, а как же их туда вдевать? Что же делать? Как же здесь нет никаких воздиков, пинов стандартных? То есть непонятно А если мы развернем инструмент образа струны, мы увидим здесь, так сказать, отверстие И с помощью вот этих вот болтов, или как они называются, забыл В общем, вот это откручивается и можно открыть корпус и продеть туда струну То есть струны заменяются таким вот образом, с помощью вот этой штуки То есть необычно Сразу можно себя загнать в ступор Значит, со струнами разобрались Как мне сказали, струны довольно дорогие на этот инструмент Порядка 3000 стоит такой набор струн, специальные для бас-укулеле Их еще и поискать надо, так сказать, не так просто найти Далее, модель со звукоснимателем Вот она, звукосниматель Это очень важно Потому что акустическая бас-гитара без звукоснимателя, так скажем Маловероятно, что сможет существовать Потому что просто не будет ничего слышно И вот этот вот звукосниматель, он дает Дает нам, так сказать, огромный спектр возможностей для музицирования То есть это можно взять на репетицию, можно взять на концерт Акустический, какой-нибудь даже в клуб Даже на какую-то площадку, так сказать И подключиться в аппарат, и будет звук То есть усилить звук этого замечательного инструмента И, так скажем, показать, на что вы способны Ваш весь скилл То есть это очень круто То есть то, что есть звукосниматель Здесь у нас три полосы Низы средние и верха Плюс есть тюнер Но тюнеры я не понял, как им пользоваться Я нажимаю на тюнер, он мне пишет, что красная батарейка И все Но инструмент как бы работает То есть звук есть, поэтому непонятно Я тюнером не смог его оживить Может быть я просто, ну, как обычно, не туда тыкаю Далее, вот здесь у нас вход под джек Обычный джек у нас И здесь обычная для батареечки отсек Батарейка здесь как в часах Маленькая такая таблетка То есть не обычная, не пальчиковая А именно как в часах И в комплекте она здесь, я так понимаю, идет Далее, что тут интересно Значит, красное дерево Судя по названию мах Это понятно, что махагон Красное дерево Но на это мы не будем обращать внимание Некоторые говорят, что здесь палисандр Но на палисандр это не похоже Скорее всего это орех какой-нибудь и так далее То есть вот такой вот инструмент И еще очень важно сказать, что есть анкер Можно подкрутить Сделать прогиб Или наоборот его убрать Вот так вот Что касается технологии инструмента Все вроде бы рассказал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается плюсов и минусов инструмента Для кого он, как мне кажется На мой взгляд, создан Для кого он подойдет И для кого не подойдет Во-первых, из плюсов Действительно звук довольно интересный Похож на контрабас Может подойти хорошо Для каких-то, может быть, джазовых целей Игра с фортепиано С акустическими инструментами С классической гитарой И так далее То есть какие-то такие Даже где-то фолковые моменты Какой-то блюграсс Какой-нибудь вот эта вот тема Где звук контрабаса востребован Но при этом размеры, соответственно, очень маленькие То есть можно получить звук, похожий на контрабас Но при этом ничего не весящий инструмент И абсолютно маленький Который можно с собой взять Его даже незаметно будет Это из плюсов Это интересная идея За это можно поставить плюс И это действительно может быть оправдано То есть какие-то такие звуки Есть такие музыканты, знаете, джазовые Которые только контрабас понимают звук И бас-гитара им неинтересна То можно, в принципе, получить тембр Вот с помощью такого вот Такого вот чудо технологий музыкально Это что касается плюсов Из минусов Ну, естественно, если вы большой здоровый мужик Двухметровый То такой маломензурный инструмент Вам будет тяжело просто пальцами попадать Вот это все То есть, например, шагающий бас Где-то там будет тяжело Так как пальцы Даже у меня пальцы-то, рука небольшая Но мне из-за маленькой мензуры Иногда я не попадаю просто В лады тяжело попасть Вот Но Я не говорю уже про еще больше Рука у кого больше Будет играть тяжело, сложно Вот И при том, что здесь довольно Инструмент мне показался сложным В плане интонирования В плане чистой игры То есть Малейшее какое-то непопадание Малейшее непопадание в лад Какой-то малейший сдвиг Малейший скрип И все это Это все слышно сразу Это все слышно Это все сразу не строят Это все какие-то трески Какие-то непонятные обертона То есть Это к этому инструменту надо привыкать Не так просто будет Так скажем То есть я не могу сказать, что он простой Именно в чистой В исполнении чистых нот Вот Но он может быть крут Если вы, например, маленькая девочка У вас маленькие пальцы Например, вы не хотите таскать Здоровенную бас-гитару на репетиции Вы играете какую-то акустическую музыку То у вас как бы пальцы позволяют Вам будет удобно Итак, подытожим сегодняшнюю инфу Если вы никогда не сталкивались с акустическими бас-гитарами Для вас это может стать сюрпризом Для вашей нервной системы Настоящим испытанием Особенно на записи Несмотря на то, что эта малютка довольно маленькая Вроде бы детская И скорее всего для женских рук Больше подходит Но это непростой инструмент По ряду причин Во-первых, потому что Это акустика Все слышно Все Любое ваше Лажа Любое не попал Передавил Не додавил Не туда попал Все сразу скрипит Трещит И все это слышно и понятно Поэтому на записи Лично я не испытал супер удовольствия Потому что К этому инструменту Надо привыкать и учиться Так как я не могу его отнести К простым По этим причинам Тут также очень толстые струны Они толще, чем на обычной бас-гитаре Значительно толще Но при этом они мягкие Они мягче Но толстые То есть Опять же К ним надо привыкать К этому ощущению Здесь не получится играть слэпом Никаким Потому что они просто Они как резиновые То есть Это все равно Что на резиновых струнах Играть слэпом Слэп не пойдет Также здесь Я особо не вижу смысла Играть медиатором Из-за того, что Инструмент Точнее струны Очень мягкие Опять же Только пальцы Это только вот такой вот Ланш-вариант Скорее всего Тяжелую музыку тоже Навряд ли я бы стал играть На этом инструменте В общем Вот такой у меня вердикт Я сам для себя Так скажем Прокачался И вам показал Так сказать Инфу Что можно сказать В общем Вы сами тут делаете выводы Хороший ли звук Нехороший ли звук Что с этим можно делать Может что-то для себя Откроет новый мир Неизведанных звуков Так скажем Неизведанного мира Бас-гитарных тембров В общем Спасибо, что посмотрели Подписывайтесь на канал Обязательно комментируйте Вот Обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на мои соцсети Бусти, Телеграм Все это есть В общем Спасибо еще раз За то, что потратили Своё драгоценное время Всем любовь Доброта Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok